Сентябрь 2020 года. 75-я годовщина победы в Великой Отечественной войне. В ночном небе разворачивается шоу из 2198 дронов. Они синхронизированы, летят точно по заданной программе, формируют в небе символы, олицетворяющие подвиг советских солдат. Программируют и управляют армадой беспилотников профессиональные операторы. Впрочем, все великое начинается с малого. Чтобы одновременно поднять в воздух такое количество беспилотных летательных аппаратов, нужно научиться управлять одним. Например, мультикоптером. Сначала получается не у всех. Этот навык необходимо отрабатывать с профессиональными инструкторами. В Беларуси такую возможность дает ДСААФ — Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту, где традиции уже без малого 100 лет успешно сочетаются с инновациями. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Технологии. Их можно назвать фишкой нашего времени. Они кардинально изменили жизнь людей. Устройства дополненной реальности, смартфоны, Wi-Fi — одна из топовых разработок — беспилотные летательные аппараты. Их активно осваивают во всем мире. Сегодня любой человек способен посмотреть на мир с высоты птичьего полета, не отрываясь при этом от земли. Беспилотники производят более чем в 70 странах мира, в том числе и в Беларуси. Авиационные эксперты прогнозируют, развитие и расширение применения БПЛА — процесс необратимый. В Республике Беларусь эксплуатируется более 2000 беспилотных летательных аппаратов. Это влияет на безопасность полета. Поэтому САФ принял решение об организации подготовки операторов и техников беспилотных летательных аппаратов. Для этого мы закупили тренажер и организовали подготовку наших преподавателей. Люди, которые пришли к нам учиться управлять дронами, получают заветное свидетельство. Беспилотный летательный аппарат — техника особая. Соответственно, чтобы им управлять, требуется специальная подготовка. Представители оборонного общества активно изучают мировой опыт применения дронов. В первую очередь, программы обучения операторов БПЛА. Именно эти люди станут одними из первых профессиональных участников воздушного движения. В наше время любой человек, который приобрел себе квадрокоптер, может прочитать инструкцию, зайти в интернет, научиться летать и худо-бедно иметь представление, как управлять аппаратом. Наши курсы дают то, что профессионально преподается синаптическая подготовка, преподается аэродинамика и навигационные дисциплины все. Стараемся дать большой практический налет. Первый выпуск операторов беспилотных летательных аппаратов в аэроклубе ДСАФ состоялся еще осенью 2016 года. Квалификацию и опыт применения дронов получили сотрудники предприятий военно-промышленного комплекса и сельскохозяйственной сферы. С этого времени через учебные аудитории и аэродром оборонного общества прошли работники телевидения, археологи, строители и даже полярники. Вот совсем недавно готовили специалиста для поездки в Антарктиду. И на полетах надо было срочно подготовить и желательно было готовить к таким условиям, которые там будут. То есть в Антарктиде сильные ветра. ДСАФ возможность эту дает. Профессиональный дрон – вещь недешевая. Потерять машину из-за отсутствия опыта непозволительно. Поэтому первые полеты проходят, так сказать, без отрыва от земли. Тренажерная база позволяет знакомиться с авиатехникой на симуляторах. На тренировках операторов учат действовать в различных сложных ситуациях. Что делать при порывах ветра, дожде, если потерялся сигнал и управление? Это сложно, этому научиться не так просто. Но, тем не менее, мы пытаемся тоже потянуться к такому моменту, чтобы наши слушатели летали уверенно. Самое важное – то, что мы учим летать безопасно. Подготовка операторов дронов проходит в течение трех недель. После этого выпускники получают соответствующие сертификаты и могут выполнять задачи в воздушном пространстве. И это существенное конкурентное преимущество на рынке труда. Тому, кто от земли отрываться не спешит, но к технике все же тяготеет, ДСАФ предлагает другую специальность. В Беларуси оборонное общество буквально интегрировано в систему военного образования. С 2008 года ДСАФ обучает водителей механических транспортных средств для вооруженных сил. Раньше этим занимались другие организации, и уровень подготовки, как и количество курсантов, не соответствовали потребностям армии. Теперь же призывников ежегодно выпускаемых учебными организациями ДСАФ около 1200 человек. Здесь идет обучение водителей автобусов и автопоездов, переподготовка водителей на высшие категории, а также переподготовка военнослужащих. В этом принципиальное отличие ДСАФ от обычных автошкол. Иметь в стране достаточное количество водителей категории С – задача государственная. В случае опасности для страны именно эти люди окажутся самыми нужными. Давайте мы представим себе ситуацию так, что нам необходимо доставить ракетный комплекс, зенитно-ракетный комплекс или подразделение мотострелковое с точки А в точку Б. И вот если у нас вдруг окажется, что водитель подготовлен некачественно, непрофессионально, эту задачу он не выполнит. Кроме того, может сложиться ситуация так, что опрокинул тот торг, который в последнее время закупает государство, он принесет многомиллионный убыток для нашей страны и для боевой готовности вооруженных сил. Поэтому мы в ДСАФ уделяем самое пристальное внимание к качеству подготовки водителей. Для того, чтобы подготовить военных водителей, мы назначаем их лучших инструкторов, лучших преподавателей. И принципиально процент сдачи с первого раза при выпуске военных водителей у нас очень высок. ДСАФ дает возможность основательно подготовиться к службе в армии. Юноши, которые прошли обучающие курсы оборонного общества, могут выбрать себе воинскую специальность и даже место службы. Был период призыва, и я тогда прошел медкомиссию, оказался годен по всем параметрам. Меня спрашивали, куда ли я хочу либо пойти, я сказал, что водителям было бы неплохо. Там еще как раз можно взять в военкомате справку, чтобы побыстрее это сделать. Ну и после меня просто назначили списки в школу ДАСАФ. Это за счет государства. Мы готовы высококвалифицированных специалистов для армии. Наши курсанты получают профессиональные права категории БЦ и, в общем-то, неплохо показывают себя на службе. И также после службы они очень востребованы и в награжданке. Их с удовольствием берут в организации государственные и частные. Автопарк вооруженных сил более чем разнообразный. Водителям предоставляется уникальная возможность управлять автомобилями, на которых установлены реактивные системы залпового огня, ракетные установки, комплексы ПВО. В автошколах особое внимание уделяют практике, доводят действия курсантов до автоматизма. Нюансов очень много. Это автомобиль большой, этот автомобиль имеет три оси. Этот автомобиль, конечно же, не поворачивает так, как легковой радиусы, габариты. Нужно чувствовать и то, что происходит у тебя сзади, и то, что происходит у тебя сбоку. И при этом то, что происходит сзади, ты еще и ничего не видишь. Ограниченная видимость. Впереди у тебя два метра нос автомобиля. Все это, конечно, накладывает определенные сложности. Курсанту гораздо сложнее такой автомобиль почувствовать и научиться на нем работать, чем легковой автомобиль. Спрос с курсантов, которые идут в армию, повышенный. Здесь требуется не только в совершенстве знать правила дорожного движения, но и понимать устройство автомобиля, его возможности. Каждая буква правил дорожного движения прописана тысячами-тысячами человеческих жизней. И чтобы не было этих проблем, мы добиваемся того, чтобы обучаемые обязательно сдавали. Может быть, требовательность иногда мне не нравится, но я скажу требовательность в том плане, когда обучаемые получают права, как мы говорим, с первого раза, здесь в данном случае поблажек не может быть. Управление автомобилем – дело рискованное. Это вызывает определенное волнение у курсантов, и они поначалу совершают много ошибок. Опытные инструкторы учат сохранять хладнокровие, чувствовать машину и, как говорится, крутить головой на 360 градусов. Это же все-таки ответственность за рулем сидеть автомобиля. Ну, я считаю, что у нас, наверное, даже должна быть ответственность эта, чтобы ты был все время сконцентрирован на дороге, на дорожном движении. Ну, преподаватели в нашей школе отличные, всегда стараются все объяснить как можно понятней, всегда помогают, всегда подстегивают, чтобы больше учил, чтобы больше старался. Ну, также приводят примеры и своей житейской жизни, насчет прав, как они водили автомобиль, в какие ситуации попадали, как в каких ситуациях лучше действовать. Ну, в общем, да, все время стараются помочь нам. Значительно повышает качество обучения современная тренажерная база. Электронные симуляторы позволяют сымитировать любую дорожную обстановку, изменение времени суток, погоды, условий и интенсивности движения. Курсанты адаптируются к сложным ситуациям, учатся конструктивно мыслить и мгновенно принимать решения. Армия может выиграть сражения, но войны выигрываются народами. Вся история Асариахима, ДОСАФа – это путь свершений и побед. За эти годы воспитаны миллионы патриотов, которые с честью отстаивают интересы страны и обеспечивают ее устойчивое процветание. В настоящее время ДОСАФ объединяет в своих рядах более 180 тысяч человек. Он по праву является ведущим центром подготовки для призывной молодежи к службе в вооруженных силах. Он является центром военно-патриотического воспитания. Нынешнее воспитание КДСАФ – серьезная сила, готовая в случае необходимости встать на защиту страны. Таковы традиции оборонного общества. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова